Вячеслав Бажуткин уже почти 20 лет заботится о природе. Он лесничий. В режим повышенной пожароопасности, который в этом году из-за теплой весны ввели на неделю раньше, леса патрулируют ежедневно. Открытое пламя, непотушенный окурок и даже оставленная на солнце бутылка могут привести к катастрофе. За неделю проверок лесники составили 10 протоколов по административным правонарушениям. За каждый штраф до 5000 рублей. Если судить, после 10-го года, все-таки сейчас люди осознанно осознают вот эту проблему. Не нарушать правила пожарной безопасности в лесах, не разжигать костры, в особенных войнах, насаждениях и в местах с посохшей травой. Если нарушать эти правила, мы можем вспомнить даже 10-й год, когда сотнями гектаров горели. Бывало даже случаи у нас по 10 пожаров одновременно было в одно время. Это очень тяжело, нужно сманеврировать техникой так, чтобы и везде успеть, и не локализовать эти пожары. Это поле горело недавно, буквально на прошлой неделе. Хоть эти земли и не относятся к лесному фонду, но при сильном ветре по самосеву огонь может перекинуться на лес, и тогда уже появляется реальная угроза, ведь на выжженной земле новые деревья смогут вырасти не раньше, чем через несколько десятилетий. Пока по этому факту проходит проверка надзорных органов, но уже известно, что это дело рук человека. Пострадало свыше 80 гектаров земли. Пожар срушили 3 часа, 17 единиц техники. Бывает такое, когда поджигают сами лесники, но делают это в мерах профилактики. Когда еще у нас лежит снег в лесу, а по полю начинает потихонечку снег сходить, вот в этот период, это буквально где-то неделю, неделю где-то в этот момент не упустить, вот в производе моржик, то есть от основной минерализованной полосы делается опашка, и вот это вот все огневым способом это сжигается. Это нужно для того, чтобы предотвратить переход огня с полей на лес. Минерализированные полосы – это еще один из профилактических методов. Они есть во всех лесах Самарской области. Площадь этого участка чуть больше 25 тысяч гектаров, и это особо опасная пожарная зона. Потому что хвойные легко воспламенимы. Чтобы не довести здесь до беды, создаются вот такие искусственные траншеи, которые называются минерализированные полосы. Они необходимы, чтобы пожар не перекинулся на лес. С введением особо противопожарного режима мы выходим на усиленное патрулирование, то есть создаются мобильные группы. В рамках межведомственного взаимодействия с МЧС и с правоохранительными органами создаются также совместные мобильные группы. И наиболее подверженные распространению природных пожаров участки берутся под особый контроль. К работе в пожароопасный сезон готовы 17 лесопожарных станций, около 100 единиц специализированной техники, которая пополняется благодаря национальному проекту «Экология». Леса мониториты через систему видеонаблюдения, позволяющую определить точные координаты лесного пожара. Противопожарный режим продлится до осени. Мария Левина, Николай Епифанов, Сергей Баскин, Михаил Матвейшин. События.